В завершении хочется сказать несколько слов о том, как можно протестировать реализацию кодирования Хаффмана. Кроме задачи на кодирование, у вас также есть задача на декодирование. Поэтому в качестве хорошего теста можно проверить, что кодирование и декодирование взаимно обратно. Давайте напишем примерный план тестирования, предположение, что декодирование у нас уже реализовано. Напишем функцию test. Она принимает один аргумент, количество случайных сравнений, которые нужно произвести. Нам потребуется modelRandom, чтобы добавить немного случайности, и modelString для строковых констант. Проверки будем делать следующим образом. Для начала сгенерируем длину строки. Интервали от 0, ну, например, до 32. Вы можете выбрать любой другой интервал, который вам нравится. Затем построим саму строку. В этом нам поможет функция randomChoice, которая принимает... Ну, в нашем случае она примет строку и вернет случайный символ из нее. В константе askeletus написаны символы латинского алфавита в нижнем и верхнем регистре. Итак, указанное число раз, мы сгенерируем случайный символ из латинского алфавита. Результат сконкотинируем. Построим кодирование Хаффмана для строки s. А затем закодируем строку s. Сделаем это точно так же, как и раньше. Представим, что у нас есть гипотетическая функция HuffmanDecode, которую мы с вами не реализовали, но которую наверняка реализуете вы. Пусть HuffmanDecode принимает первым аргументом закодированную строку, ну, а вторым словарь code. И возвращает раскодированную строку. Естественное свойство, которое мы бы хотели потребовать от пары функций HuffmanDecode и HuffmanDecode, что после раскодирования мы получаем в качестве ответа строку, которую мы кодировали, то есть строку s. Запустить этот тест я не могу, потому что функцию HuffmanDecode мы с вами не реализовали, но как только вы ее реализуете, рекомендую проверить. Также обратите внимание, что тест включает два краевых случая, о которых мы поговорили. Это пустая строка, потому что длина 0 у нас разрешена, и строка из одного символа.